В эфире программа «Городские встречи». Здравствуйте! У нас в гостях сегодня президент Рязанского отделения «Ночные волки» Алексей Романов. Здравствуйте! Алексей, здравствуйте! В понедельник мотоциклисты отметили праздник – День мотоциклиста. Как отмечали «Ночные волки» этот день? Вы не поверите, мы взяли чай, кофе, много тортиков и колбасочки, и шашлычка, и это очень красиво посидели и отдохнули. Сколько у нас в отделении «Ночных волков» в Рязанском? На сегодняшний день у нас 7 человек в отделении, и еще у нас где-то человек примерно 10-15, и люди, которые стремятся вступить в наш клуб. Они называются как бы стремящиеся. Стремящиеся поступить в отделение. Вступить, не поступить, а вступить. Вступить в отделение не так легко, правильно? Да. Это очень, как бы, имеются такие моральные принципы, очень тяжелые, эмоциональные, потому что, в первую очередь, нужно иметь свой мотоцикл. Ты должен уметь ездить на этом мотоцикле. Ну, и главное – желание иметь, что мы можем научить ездить на красивом мотоцикле и далеко ездить. Но мотоциклистов в городе много, и умеющих ездить тоже много. Это видно, когда человек просто сел, который не умеет ездить на мотоцикле. Это очень видно, а подходить к каждому, говорить, что ты неправильно ездишь – это чуть-чуть некрасиво просто. То есть, даже тот мотоциклист, который имеет право на управление мотоциклом, по Вашему мнению, не всегда умеет ездить, да? Да, 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 да. Так, а что еще нужно для того, чтобы вступить в отделение? Ну, изначально, повторяюсь, нужен мотоцикл. В первую очередь, нужен мотоцикл. И самое главное, чтобы было желание именно душой и телом отдаться нашему движению. Потому что наше движение подразумевает под собой много понятий, как патриотизм. Ездим к братьям. То есть, у нас страна большая, и у нас практически в каждом регионе есть отделение ночных волков. И, то есть, чтобы от всех объездить, нужно не только финансово, как бы, полагать. Значит, нужно сейчас силу воли и силу духа, чтобы там, к примеру, съездить на Камчатку. На Камчатку это далеко? Да, это далеко. Какие патриотические акции, в которых Вы принимаете участие, которые Вы организовываете, что это такое? Ну, вот в Рязани открылись совсем недавно. Нам еще пока, в нашем отделении пока еще и нету и годика. Вот. Я был в другом отделении до этого. Мы проводили мероприятия. То есть, мы посещали детские центры, которые занимаются развитием детей-инвалидов. Мы к ним приезжаем. Они нам делают, там, рассказывают стихи, концерт нам устраивают. Сами они делают торт. Дети все собираются, делают торт. Потому что нам там родители их потом показывают. То есть, это прям, ну, за душу вперед, честно скажу. В Рязани у нас есть санаторий имени Ленина в Солочи. Вот. Мы туда приезжаем периодически. Ну, самое главное во всех наших присутствиях – это катание детей на мотоциклах. Это все. То, что мы там приехали – это полбеды. Беда начинается, когда начинаются кататься дети. Стартовал мотосезон, наверное, около месяца назад, да? Да, 6 мая. Для вас это всегда большой праздник. Приехали ночные Волги из других регионов, мотоциклисты из других регионов. Вот. Как все прошло? Ой, прошло очень все хорошо. Мне, как руководителю нашего отделения Рязанского, то есть было потрачено очень много сил, эмоций и энергии. Ну, я горд, что прошло такое наше открытие. У нас примерно где-то в колонии проезда по городу Рязани принимал где-то примерно 500 мотоциклистов. И наша машина – безумный Макс. На словах, на пальцах это все не покажешь, не расскажешь. Потому что это надо все увидеть своими глазами, на самом деле. Все же я вернусь к вопросу, почему так мало ночных Волков в отделении в Рязанском? И какая основная сложность, чтобы вступить в отделение? Это ведь не только наличие мотоцикла, правильно? Это еще и должно быть много свободного времени и желания помогать детям, да? Дело хорошее – помогать детям. У нас еще, помимо того, что мы помогаем детям, то есть у нас есть наши братья, ночные волки, в ДНР, Донецкая республика. Это в Луганске и в Донецке. Мы туда ежегодно собираем гуманитарную помощь и туда доставляем ее. Вы на мотоциклах выезжаете из Рязани и едете в Донецк? Мы на мотоциклах, мы выезжаем в Луганск, мы выезжаем на мотоциклах. Кроме Донецка, какие еще планы на это лето? Ой, лето, оно вообще… Оно, если так вот взять, каждый выходной, то есть у нас очень много отделений по всей России. Вот, где-то примерно 90 отделений по всей России. То есть это очень много. Мы сидим, долго сидим, выбираем, куда мы поедем, зачем поедем и так далее, так далее, так далее. Я знаю то, что вы принципиально против того, чтобы вас называли байкерами. Байкер – это как бы не русское название, оно американское. Вот, оно как бы… У нас раньше были вот эти надписи, у нас были все на латинском языке, все были. Ну, то есть, вот, может быть, лет пять назад мы уже приняли решение перейти на Кириллицу. Вот, ну, мы русские и православные, и нам надо держать свой стиль и свою марку, чтобы все эти «друзья наши», в кавычках, чтобы они знали, боялись, что есть такие ночные волки. А «друзья» в кавычках есть? Есть, есть, есть. И среди мотоциклистов тоже. Конечно. Вот, кто это за люди, кто это, и как вы с ними боретесь? Ну, самая вот недавняя совсем информация такая, она для меня радостная, конечно, честно скажу, то, что Госдеп, ну, Белый дом, значит, ночные волки, хирурга нашего президента и клуб «Секстом», который находится в Москве, включили в черные списки. Прямо вот честно скажу, это радует меня. Вот, расскажите подробнее, конкретизируйте, телезрителям, возможно, не все знают об этом. Что это за такие клубы? Клуб «Секса Москва», он в Москве находится, значит, адрес у него, улица Нижние Мневники, строение 110. Это такой мини-мото-город. Туда заходишь и просто растворяешься во всем этом образе дома, то есть города, во всем растворяешься. Там очень много техники, там все сделано своими руками. Все вот эти сцены, наша машина «Безумный Макс», то есть у нас там стоит шоу-техника, там мотоциклы. В байк-центре в Москве проходит, каждый год у нас проходят новогодние елки. Они у нас идут целый месяц практически, с 4-го, с 5-го января начинаются и до конца месяца идут, каждый день. У нас всегда на этих елках аншлаги. Вся эта техника, она там принимает участие. Просто в зиму все, представляем, проходит на улице, много-много детей, там детей-инвалидов, детские дома, всех-всех-всех приглашаем. Больше всего, что мне понравилось, когда выходят родители и говорят, это сказка для детей, это сказка для меня. Взрослый дядька выходит и говорит, там машины, каскадеры прыгают, мотоциклисты крутят сальто в воздухе, летают зимой по льду. То есть это надо один раз увидеть, а что это словами не передать. Вот вы сейчас сказали, что некоторые из мотоклубов попали в черный список, добились этого. Что это за мотоклубы? Один-единственный клуб – это «Ночные волки», кто попал в черные списки. Потому что мы своими усилиями, желаниями, общими желаниями с нашим правительством, мы хотели, чтобы Крым был наш, в частности, Севастополь. И у нас это получилось. Мы принимали участие, мы, то есть «Ночные волки», принимали участие в возвращении Крыма домой. Я один из участников этой «Крымской весны». То, что мы там сделали, они нас теперь боятся, надолго будут бояться. Если летом большое мотошоу будет в Крыму, правильно? Планируете ли вы туда отправиться? Обязательно, обязательно. Это наше... У нас проходит много всяких мероприятий, именно летом в России у нас есть. Одно из них, самое ключевое, самое главное мероприятие – это байк-шоу. Туда собираются все отделения, все друзья наши. Туда приезжают все мотоциклисты со всего мира. У нас даже там с Норвегии приехал человек на мотоцикле, с Норвегии приехал. Не прилетел, а приехал. То есть на пароме перебрался туда-сюда. То есть сами американцы к нам тоже приезжают. А у нас как бы всемирное отделение, значит, как бы мото-клуб всемирный. Потому что у нас в Европе очень много отделений. Болгария, Черногория, Сербия, Польша. В Польше недавно открыли отделение ночных волков. Несмотря на то, что вы ранее были президентом Благопрудным, правильно? Нет, я там не был президентом Благопрудным. Я был как бы просто участником отделения. Но вы коренной рязанец. Да, я коренной рязанец. Расскажите, пожалуйста, как вы решили, что вы хотите вступить в отделение в ночные волки? Как вы стали ночным волком? Это такая картинка из параллельного мира. Приезжаем в байк-центр. Тогда работал в Москве. Приезжаем в байк-центр. Шел праздник Хэллоуин. Там за забором что-то сверкает музыка. Туда просто людей не пускали простых. Я тогда был очень простым человеком для мото-движения. И когда открыли калитку, мы в нее вошли. Такое ощущение, что я вошел в другое измерение жизни. Вот посмотришь сюда, направо, то есть я стою за калиткой, сыро, уныло, страшно. Здесь заходишь, все тебя рады видеть, праздник идет такой большой. То есть даже люди, которые тебя не знают, тебе подходят, жмут руку, с тобой здороваются. В итоге потом я с ними совсем познакомился. И мне прям так это понравилось, вот честно говорю. Потом попали, ну, впервые в своей жизни попали на большой мотопробег. Вот тут я вообще просто уже влюбился и сказал, все, ночные волки, это мое. Вот сейчас на территории России есть особые мото-движения, против которых, если можно так сказать, вы выступаете. Что это за мото-движения, какую опасность они несут? Да, у нас в России есть такие американские, прям скажу честно, прям точно скажу, американские мото-клубы, которые несут идеологию подрыва, развала Ангела Ада. Само название такое уже прям... Неприятное, как минимум, да. Неприятное, да, да, да. Потом есть клуб 81-й и клуб Бандитас. Самое страшное и неприятное, то, что они распространяют среди молодежи, но не сами они, то есть через своих, скажем так, посредников и так далее, распространяют наркотики, оружие. Не могу не спросить вас про безопасность современного движения на дорогах. Как у вас сейчас происходит взаимопонимание с автомобилистами? Все ли соблюдают правила дорожного движения и как у вас, у мотоциклистов, это происходит? Ну, низкая поговорка, в семье не без урода. Вот. Что-то скрывать. То есть у нас есть такие же лихие мотоциклисты, такие же есть лихие автомобилисты. Вот. Самое главное, что надо уважать друг друга на дороге. Самое главное. Когда ты едешь в машине, ты сидишь в какой-то железной коробке. Вот. Она тебя защищает от всяких травм, от царапин. То есть ты поцарапал машину, ты заехал в мастерскую, там тебе красочкой подмазали, все, у тебя машина стала заглаженная и чистая. А когда ты едешь на мотоцикле, эти травмы, которые можно получить, они бывают иногда несовместимы с жизнью. Просто у нас очень много, скажем, братьев, друзей, которые вот по вине автомобилистов просто их на сегодняшний день просто их нету. В этом году в Крым на мото-шоу сколько рязанцев? Байк-шоу, байк-шоу. Байк-шоу. Вот. Ну, едет наше, наше все отделение, еще наши там друзья-братья, кто мото-мото-братья, кто поедет с нами. Вот. Количество народа сказать сразу не смогу. Вот. Рязанцы, я вас приглашаю всех в город Севастополь 17-18 августа на байк-шоу в Севастополь. Это будет фееричное, красивое будет зрелище, которое надо один раз увидеть, его по телевизору смотреть нет смысла, оно теряет запах, дух. Атмосферу. Атмосферу, да. Спасибо вам большое за беседу, удачи вам, успехов. Я напомню телезрителям, что в гостях у нас сегодня был президент Рязанского отделения «Ночные волки» Алексей Романов. Спасибо за внимание, до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин